александр вы можете написать на мою почту сейчас его рост собак яндекс точка ру и я озвучу ну или в чат вот в чат можно написать вопрос вот официальная почта которая указана на официальном сайте олимпиады и у трост собака яндекс точка ру напишите или напишите сюда в чат так ребят еще у кого какие так давайте я пока тогда на вопрос пишется я вам выведу на экран общую информацию по шестому числу так видно ребят пока видно демонстрация видно значит смотрите у нас с вами олимпиада 6 апреля я обращаю внимание всех что она в 9 часов утра по москве начинается то есть если вы выбрали площадку региональную то там пожалуйста учитывайте разницу во времени соответственно вот на официальном сайте олимпиады у вас выложены и демоверсии выложены спецификации потом если вы зайдете во вкладку вебинары как раз выложены записи вебинаров и сегодняшний наш вебинар тоже запись его будет туда подгружена то есть у вас есть но как бы мне кажется все возможности для того чтобы до 6 числа максимально подготовиться время выполнения заданий и для бакалавриата и для специалитета 240 минут то есть у вас будет чистого времени четыре часа то есть в зависимости от того во сколько да там вы начнете ну около 9 плюс минус с учетом там вашей регистрации и раздачи вам задания соответственно вас чистого времени 240 минут вот моя почта на нее вы можете присылать все вопросы связанные по поводу самой процедуры организации финала и соответственно те вопросы которые у вас могут сформироваться в рамках разбора демоверсии здесь только давайте мы ограничим ну как бы дедлайн такой до первой половины пятницы то есть чтобы не в субботу с утра вопросы у нас с вами сыпались а соответственно был было какое-то время для того чтобы вы могли их тоже отработать и организаторы непосредственно олимпиады я профессионал предоставили тоже свой qr-код как форма обратной связи вы также можете зайти на него и соответственно оставить или вопрос или пожелание или предложение для того чтобы максимально эффективно наш с вами работа была бы в процессе как раз финала писания заданий и такого взаимного диалога так тогда я наверное сейчас отключу демонстрацию и александра написала вопрос я могу сказать вопрос по поводу методов выбора я уже сказала что посмотрите пожалуйста при подготовке вам потребуется не только методы ранжирование метод идеальной точки но и методы принятия решений в условиях неопределенности и выбрав несколькими методами оптимальный вариант постарайтесь все таки но с точки зрения лица принимающего решения обосновать все-таки какой вариант оптимальный какими методами и второй вопрос касается исходных данных да конечно исходные данные финальной версии будут отличаться от версии дэма все тогда ребят если вопросов больше нету я так понимаю да руки больше никто не поднимал а есть отличного давайте у меня вопрос по поводу вот у нас есть характеристика продукции табличка или как раз для каждого контейнера у нас указано количество палет это количество палет максимально вместимых в этот контейнер или и зачем тогда второй вопрос нужно их считать если они нам указаны если это максимальное количество вы смотрите демо-версию как раз демо-версии были представлены те данные на которые вам следует обратить внимание финальной версии будет другой порядок а исходных данных приближенный такой да да который как раз обращает внимание на те аспекты которые потребуются для решения на финальной версии так что количество палет считать придется также как и количество коробок и обращая внимание еще раз что исходным исходные данные 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 количестве продукции а продукции является коробка так ребят у кого еще что извините пожалуйста хотел уточнить на почту пришлось письмо где указано что нужно взять с собой ноутбуки открыть пожалуйста зачем они будут нет там не совсем вы корректно прочитали вам организация площадка да региональная и наша площадка предоставляет компьютерный класс но если ребята допустим приезжают иногородние да там из других городов они могут взять с собой ноутбук это не запрещено то есть наличие ноутбука не является обязательным требованием и даже рекомендательным требованием не является просто поскольку были вопросы можно ли пользоваться собственным ноутбуком там просто может быть вам будет удобно сделать что-то на своей системе вам удобнее пользоваться ноутбуком и так далее вам по сути нужен excel для расчета соответственно если вы привыкли ну как сказать правильно наталья сказала так своему интерфейсу то вы можете совершенно спокойно это сделать да вот еще как раз упомяну что и в демо версии было сказано что решение вы оформляете в специальной форме и форма как раз будет excel и это сделано именно для того чтобы ну исключить вот это многообразие решений то есть вы уже будете ограничены конкретной формой excel в которой вам необходимо будет вносить свое решение то есть шаблон ответа у вас будет да 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 шаблон ответа будет предоставлен но само решение вы уже выполняете самостоятельно еще я тоже хотел бы прокомментировать чтобы вы не волновались количество компьютеров всех хватит кто записался в категорию специалитет магистрат на каждой площадке так какие еще вопросы есть так ребят если вопросов больше нет благодаря модель верну за очень подробный ответ ваши вопросы соответственно у вас еще есть несколько дней для того чтобы прислать их на мою электронную почту этот комиссии их разберет и по возможности также подробно на эти вопросы ответят мы желаем вам внимательности в первую очередь наверное да в субботу потому что показывает опыт это является таким основным фактором который в конечном итоге оказывает влияние на то как вы работу пишите каким образом вы ее формулируете и в конечном итоге представляете волноваться не надо мне кажется что знаний базовых у вас достаточно с учетом того что вы успешно прошли в финал теперь просто все зависит от степени вашей собранности и стрессоустойчивости на месте да и читайте на транспорте все что касается чтения каких-то документов также как и задание будьте очень внимательны каждое слово и каждое предложение имеет значение спасибо огромное всего доброго так запись будет доступна мы обязательно выложим и соответственно вы сможете еще раз какие-то моменты для себя отдельно посмотреть удачи там все всего доброго до свидания до свидания